Добрый день! Сегодня анбоксинг. И здесь мы видим кубик 4х4, но не обычный, а в модификации мельница. Windmill от компании FANGSIN. Компания FANGSIN взяла сделать шип моду 4х4 за доступную цену и, как я надеюсь, в неплохом качестве. Точно для понимания, кубик 3х3 и вот модификация Windmill мельница. Почему мельница? Потому что если в таком виде ее поставить, похоже на мельницу. Несложный шип мод 3х3, но в сочетании с кубиком 4х4 наверняка будет поинтересней. У FANGSIN также есть FISHER CUB 4х4, но у меня такой есть от компании MOYO, отличный. Единственный его недостаток это стикеры, которые при некоторых вращениях задираются. В принципе, не очень хорошо были наклеены, а так вращение отличное. Поэтому FISHER я покупать не стал. Недавно вышел еще AXIS CUB 4х4, его в самое ближайшее время я закажу. Коробочка. Он показывает нам внешний вид кубика. Какие тут обозначения. Для развития мозгов подойдет. Логотип компании. Инструкции нет. Обычная простая коробочка. Запакована в пленочку. В внешний вид, наверное, есть смысл сравнить с мельницей 3х3 FANGSIN. Мы вернем в исходное состояние. И сразу, что мы видим. Оранжевые цвета похожи. Желтые уже нет. Зеленые есть некоторые сходства. На четверке красный, здесь розовый. Белый, понятно. Синий по темне. То есть цветовая схема немного другая. Но и она как бы получше. Как мне кажется. Обращается очень даже хорошо. Для четверки. И для мельницы. То есть если сравнивать, то похоже на кубик 4х4 какой-нибудь от кунг-фу. Да, то, конечно, потуже. Но примерно те же впечатления. То есть современные четверки уже значительно продвинулись. Их там уже не надо так долго и нудно притирать, чтобы они хорошо вращались. Поэтому и создание подобных шейп-модов стало доступно и на бюджетных моделях. То есть вот такой вот Fischer Cube стоит в районе 2000 где-то. Могу сейчас ошибаться. Но то есть это в тот момент была топовая четверка мою АОСу. И вот на ее базе делались вот такие модификации. А это у нас мельница. И вращается тоже хорошо. Давайте изобразим что-нибудь на ней. Вот так вот будет выглядеть стандартный узор мельницы. Будет терять форму головоломка, естественно. Мне кажется, собирать ее будет не очень сложно, но достаточно интересно. Поэтому давайте мешать. Оставлю ли я эту сборку на камеру, не знаю. Но перемешать точно перемешаю. Это тоже становится очень-очень интересно. Очень неплохое качество. Я только ничуть не жалею, что купил эту головоломку. То, что я медленно вращаю, связано с тем, что тут потеря формы. А сам кубик вращается неплохо. Перемешать его, естественно, трудновато. А вот тут не довернут один слой. Он уже не поворачивается ни в ту сторону. Такое месиво получается. Это 4х4 мельница. Хороший кубик. Мне понравился. На фишере ребра смотрят точно в угол. Вот это были углы. А на мельнице они слегка вот сдвинуты. А также и на четверке. Ну и теперь надо, наверное, собирать. Видим, вот так вот выглядят центральные элементы. Белый, желтый стандартные. Поэтому мы их оставим, естественно, напоследок. Никаких сложных ситуаций не встречалось. А для начала нужно собирать все центры, кроме белого и желтого. В общем, замечательная головоломка. Стоит недорого. Выглядит интересно. Собирается не очень сложно, но дольше, чем обычный 4х4. В любом случае, за эти деньги отличная штука. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.